Итак, Foreign Nurse Inc. свое выполнил, все документы получил. У Foreign Nurse иностранной медсестры есть замечательная штука, называется ATT, право на сдачу экзамена. Медсестринский экзамен называется NCLEX. National Counselor Licensure Examination. Его сдают через компанию Pearson. Pearson это огромная компания, которая выпускает учебники и занимается тестированием. Они так называемые administered tests. Они дают тесты. Когда мы говорим, что давайте мы вам сделаем лицензию через Хавайи, чех считает, что ему нужно немедленно паковать свой чемодан, лететь на Гавайи и сдавать там экзамен. Но не надо, будет не сейчас, не когда. На Гавайи никуда не надо лететь. И экзамен NCLEX можно сдать для любого штата, не выходя из своего штата. То есть, если вы живете в штате Колорадо, вы можете экзамен сдать для Гуаев, для Флориды, для Юмерсики. You name it, you have it. Любой штат. Вы можете сдать экзамен NCLEX, даже находясь за пределами Соединенных Штатов. Но это будет отдельная история, отдельная моя лекция. Итак, не волнуемся, получаем разрешение на сдачу экзаменов и регистрируемся. Регистрация на экзамен. Некоторые иностранные медсестры и некоторые медсестры не знают то, что регистрироваться надо сразу. И первый экзамен можно сдать, нужно сдать в течение первого года. Если в течение года вы не зарегистрировались и не сдали экзамен, попробовали сдать экзамен, то ваше разрешение на сдачу теряется, а вместе с этим теряется репорт, CJFNS, вся пирамида, которую мы строили, нарушится. Поэтому надо зарегистрироваться и надо в течение года пойти хоть один раз на экзамен. Куда пойти на экзамен? В каждом большом городе есть место, и в малом городе есть место, где можно сдавать экзамен. Если пойти на веб-сайт, поставить свой зип-код, они скажут, где вы можете сдавать экзамен. Вы регистрируетесь, все это онлайн, а только должны прибыть за столько-то времени с вашими всеми документами, потому что там сверяют, отпечатки делают и так далее на входе. И вы можете сдавать экзамен. Вы можете сдавать этот экзамен. Стоимость экзамена 200 долларов. На сегодняшний день вы можете его провалить, но вы должны его обязательно сдать, повторяю, за первый год. Многие этого не делают, потом большие неприятности. Дальше. Если вы провалили экзамен, значит, есть штата, которая разрешает экзаменов этих двоих, сколько хотите. Кажется, в следующий раз вы должны опять обратиться за правом на разрешение на этот экзамен в ваш nursing board. То есть вы живете в Колорадо, хотите получить лицензию Гавайи, получили право на сдачу экзамена в штате Гавайи, и записались на экзамен, пошли, не сдали, а опять обратились, подготовились, опять обратились, опять заплатили 200 долларов, опять записались, опять не сдали и так далее. В Гавайях можно сдавать сколько хотите. Не во всех штатах. В Вашингтоне можно сдавать три раза, а четвертый раз обратитесь к нам, мы будем вымогать, выпрашивать и делать некоторые процедуры, что можем помочь сдать и третий, и четвертый раз, получить право. Мы можем это сделать. Еще продлить эту огонь на пару раз. Вот мы это знаем, как делать, но рассказывать я не буду. Это наше ноу-хау. Окей, записались, наконец. Ну, считаем, что Вы та самая медсестра, которая ничего не делала. Я ждала, когда Foreign Nurse ей все это сказать подаст на блюдечке с голубой коммерч. Мы подали право на сдачу экзаменов, и теперь уже следующий шаг – это замедсестру. Что делает медсестра? Мне нравится обычно этим людям, всем нашим клиентам, потому что сегодня уже все зависит от нее. И это очень серьезно. Во-первых, нужно скупиться учебниками. Скупиться учебниками сложно, потому что учебников – это как туфель в магазине. Все разные. Если зайти на интернет, там учебников – море. Если не знать, что надо покупать, то можно захлепнуться от учебников. Захлепнуться от учебников очень легко. Купить 10 учебников, вы никогда ничего не подготовить, не учите. Значит, если Вы обратитесь к нам, то мы продадим Вам 5 учебников. Еще сейчас у нас появились новые материалы – DVD, CD. То есть будет 7 видов, 7, 8, 9, 10 видов материалов, которые только 5 учебников. Остальные – CD и DVD. Эти DVD роскошные, великолепные. Все вы увидите, как надо делать. Там полная школа практики. Потому что понятно, что медсестры очень многие уже давно не практиковали медсестринское дело. Мы не дешево берем за наши услуги, они не дешевые, потому что они специальные и умные, и создавались наши услуги годами, и они правильные. Значит, никогда в жизни ни один человек не сказал, вот я у Вас купил учебник, я мог бы сам купить. Потому что это освобождает их от этого ужаса. Многочисленное количество книг, кстати, в магазинах этих книг нет. Их надо заказывать, что заказывать, где, почему и когда. Значит, поэтому советую заработать, дайте нам немножко заработать, и Вы заработаете годы жизни. И каждый раз по 200 долларов платить. Мы Вас найдем комплектом. И этот комплект окончательный. Конечно, кто-то, соседка Ваша или знакомая медсестра скажет, она училась по другой книге, не по этой. Но поверьте мне, что это ничего не значит. Если мы Вам дадим ограниченный пакет книг, и Вы его выучите, Вам дадут гарантию, что Вы сдадите. Если Вы будете говорить, что эта книжка не та, а у соседки, у той медсестры была лучше, а еще у той медсестры была другая, и в конце концов, у Вас окажется 50 книг, Вы можете даже не начинать, Вы никогда этого не сделаете. Потому что математику, арифметику можно выучить по десяткам разных книг, но все равно дважды 24. Поэтому лучше обратитесь к нам, и у Вас это будет головной боли, нет. Итак, хорошая медсестра обратилась к нам, получила от нас пакет книг, все нормально. Теперь, что надо делать? Учиться. Для того, чтобы учиться, нужно организоваться. Прежде всего, нужно организовать свое моральное, физическое и материальное состояние. Значит, если у Вас есть 10 лонов, автомобильный, моргич, трекалыча для Ваших детей, возможно, это Вам не под силу. Если Вы хотите сдать этот экзамен, Вам нужно поговорить с Вашими домашними, каким-то образом перебиться, или уволиться с работы, или по меньшей мере работать полдня, и по меньшей мере Ваш муж, или Ваши близкие должны взять, снять Вас все борщи, и все уборки, и все поездки, потому что Вы каждый раз, теряя в месяц, Вы снимаете 5000 из своего кармана. Поэтому считайте, что если Вы год не сдали, Вы 65 тысяч выбросили. Поэтому Ваши близкие должны это тоже понять, и абсолютно Вас ограничить в Ваших делах, чтобы Вы могли заниматься. Меньше 4 часов в день нужно не начинать. Если у Вас нет и 4 часов в день, для того, чтобы учиться, можете не начинать эту учебу, потому что этого не будет. Хорошо 4 часа в день с понедельника по пятницу, 8 часов в день с суббота-воскресенье. И поверьте мне, с этим несовместимы большие финансовые требования. Работа практически несовместима. Если Вам нужно ходить на работу, еще дома убирать, стирать, готовить борщ, этого не будет. Это серьезно, очень серьезное мероприятие. Ну и так, давайте, допустим, что муж согласен, вот говорит, борща не надо, дети согласны, будут убирать, стирать, готовить. Бабушка приехала Вам помогать из дружественных стран бывшего СНГ, и Вы, так сказать, одна, мне сестра один на один с компьютера. И с учебником, который она купила, что она должна делать? Учиться. Что значит учиться? Это не читать книжку. Значит, смерти подобно, это читать книгу. Измените, есть такое выражение, смотришь книгу, видишь фигу. Значит, мы уже давным-давно не учились. И ничем давно ничего не сдавали. Значит, учиться, это значит заучивать. Берете первую книгу по списку, которую мы дали, допустим, анатомия, открываете ее, читаете, берете ручку, тетрадку с доллар в доллар били и пишете ответ на каждый вопрос. Письменно. Не заглядывая. Написали плохо, сравнили с ответом, сделали там упражнение, multiple choice, неправильно сделали, сделали еще раз. Значит, ручка должна быть. Если Вы прочитаете эту книжку, считайте, что Вы ничего не сделали. Все, что Вы прочитаете, завтра уйдет. А учтите, что тест – это multiple choice на компьютере, на время. Значит, там оно должно быть уже в голове все лежать, а чтение не лежит. Чтение прочитал и забыл. Поэтому подготовка к энплексу означает заучивание и тренинг, но не чтение. Чтение несовместимо. Ну, прошли Вы эту анатомию, окей, и перешли к следующей книге. Вторая книга, слава Богу, имеет CD. CD – это вопросы и ответы. Значит, что надо делать со второй книгой? Надо прочитать параграф, взять ручку, ответить все вопросы письменно, все multiple choice зачеркнуть, посмотреть, что Вы неправильно сделали, опять закрыть, опять ответить, хотя бы multiple choice, пока Вы все правильно не сделаете, потом поставить CD и на CD сделать ответы к этой главе, там по главам. Допустим, кардиология. Значит, сделали, все сделали там 50% неправильно, у Вас выкидывается правильный ответ, компьютер Вам дает. Если Вы ответили неправильно, Вы получаете правильный ответ. Значит, если Вы его просчитали, считайте, что Вы его не сдадите. Значит, Вы должны, допустим, кардиология там имеет 200 вопросов, Вы прошли на компьютере эти 200 вопросов и на 100 ответили неправильно. Начинайте сначала. Вот пока Вы на компьютере не получили 100 вопросов, 200 вопросов правильно, Вы не можете двинуться в следующую параграфу. Значит, когда сделали, пошли дальше. Потому что, когда у Вас этот вопрос появится во время теста, Вы никогда в жизни его не сделаете, если Вы его не заучили. Потому что Вы не учились в медсестринском училище здесь. Вы не учились давно там. И Вы учились давно, и это очень давно. Вот, поэтому надо все это поднять. Те книги, которые мы даем, ну, слава Богу, прошли все книги. Месяца три прошло, если там по 4 часа в день, и субботу-воскресенье, значит, прошли все книги. Значит, есть такое правило, которое я знаю с помощью конференции. Для того, чтобы сдать НКЛЭКС, можно сделать на компьютере от 8 тысяч до 12 тысяч вопросов. В этих CD и DVD, которые мы дадим, как раз такое количество. Но эти 8 тысяч и 12 тысяч вопросов нужно делать правильно. То есть Вы должны получить правильный ответ сами, а не прочитать. Все прочитанное, это мусор. Но, если Вы достигли всего этого, замечательно, очень хорошо. Что нужно делать дальше? Бежать-то тест давать? Нет, ни в коем случае. Надо записаться на Каплановские курсы. Многие говорят, честно, я ничего не знаю, хочу это все повторить, а потом на Каплановские курсы. Не боже упаси. Каплановские курсы не созданы для того, чтобы учить Вас медсестринскому делу. Вот это медсестринское дело, они считают, что Вы должны пройти в медсестринском училище. Каплановские курсы, замечательные курсы, которые дают стратегию сдачи экзаменов. Там логические, стратегические. Это первое. Во-вторых, они обновляют свои учебники каждый год после того, как МКЛЭС вводит свои вопросы. Они имеют доступ к прошлогодним, когда запускается. Вот. Поэтому, Каплановские курсы. Пойдете на Каплановские курсы до того, выброшенные деньги. Только после того. После того, как Вы прошли это, Каплановские курсы прошли, идите на тест. И даже если Вы его не сдадите, Вы сразу увидите, где у Вас кратаны Вам скажут, 75% Вы неправильно сделали фармакологию, этот параграф, столько-то процентов, все. Тогда Вы возвращаетесь к Вашим книгам и начинаете уже ломиться в те части, которые у Вас самые слабые. Дайте еще раз. Но тогда уже с более сознательным и с большим азартом. Несмотря на то, что я все это грустно все разговариваю, я хочу Вам сказать, посмотрите, сколько русскоязычных мистер работает в Соединенных Штатах Америки. Пусть Вас это согреет. Значит, если они сделали, и Вы сделаете. То, что может сделать один человек, может сделать другой. Спасибо, до свидания, до следующей лекции.